С приходом весны шутка о таянии асфальта вместе со снегом перестает быть смешной. На улице то минус, то плюс, зимний дождь и дорога как стиральная доска. Везде ямы до ямищи. В Минтрансе проблему признают и заверяют ситуацию на контроле. Скоро дорогами займутся. Эта неделя должна была стать неделей активного ямочного ремонта. Но погода вносит коррективы. Избегая низкого качества, соответственно, будут работать наши дорожные службы только в оптимальных погодных условиях. Но по федеральным автомобильным дорогам и региональным уже это начатое. Некоторые муниципалитеты тоже начали. Поэтому, учитывая крайне сложную зиму для дорожников, стоит немного подождать. Будет все приведено в порядок. В текущем году в регионе планируют отремонтировать более 600 километров дорог. Но цифра не окончательная. Общий дорожный фонд составляет больше 20 миллиардов рублей. Примерно 2,5 пойдут на поддержку муниципальной сети края. Остальные на региональные и федеральные трассы. В этом году нацпроект «Безопасные и качественные дороги» идет к завершению. По нему была задача отремонтировать не меньше половины автомагистрали региона. Но на будущее планы не менее амбициозные. Подписали соответствующий меморандум с Росавтодором. Будем приводить в течение следующих пяти лет, начиная с прошлого, нашу опорную сеть, соединяющую наш регион с регионами и соседними государствами, в надлежащее состояние, на ближайшую пятилетку цель содержать эти автомобильные дороги и участки наших улиц именно в состоянии, в том, который достиг нацпроект. Глава Минтранса напомнил, что два года назад в регионе начали заготавливать инертные материалы в круглогодичном режиме. Это позволяет закупать щебенку и песок зимой по более низкой стоимости и тем самым сдерживает среднегодовой рост цен на обслуживание дорожной сети. Чтобы наносить меньший ущерб полотну, летом сыпучий материал будут транспортировать больше речным транспортом, чем наземным. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком.